Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать о наиболее интересных событиях, которые проходят в эти дни. Таковых же, на наш с Марины взгляд, сейчас два. Это чемпионат Соединенных Штатов Америки и большая швейцарка, проходящая в Катаре, в столице Катара Духи. Начну с американского чемпионата. Напомню, что после седьмого тура идеологично лидировал Фабиано Каруано, которому, как казалось, серьезнейшую конкуренцию может составить Ханс Ниман. Ну, Ханс Ниман играет весьма любопытно. Знаменитым он стал после того события, о котором, я думаю, знают и помнят большинство любителей шахмат, а именно после его победы на Кубке Синферда в прошлом году в Сент-Луисе над Магнусом Карсеном. И после этого, в общем, Магнус Карсон обвинил Нимана в читерстве и выбыл из турнира, чему, в общем, то есть обвинению в читерстве, как мне кажется, особых оснований нет. И, кстати, в контексте того, что случилось тогда, довольно любопытно смотрится то, что произошло недавно на турнире в Катаре. Но об этом чуть позже. Что касается Ханса Нимана, то в седьмом туре, и эта партия, на мой взгляд, ну, оказалась центральной в каком-то смысле в этом самом восьмом туре соревнования, он, Ханс Ниман, играл с черными с Рэем Робсоном, я уж не знаю, мечтал, стремился он к победе и о чем-то думал о другом, он получил похуже черными по итогам дебюта. 32 хода сделано, 32-й ход белых посреди ферзь С2. Черные могли сыграть слон Б5, подменяться, ну и отстояться, в общем, в позиции, которая не пробивается, потому что персень структуры симметрична, у белых, конечно, хороший конь на Д5, но это единственное, хотя и заметное преимущество у белых. Но я уж не знаю, то ли Ханс Ниман думал о том, а не сыграть ли ему на перехват, то ли не хотел вести пассивную защиту. Он сыграл ферзь А3, последовала ферзь Д1, но ничего страшного черным еще не случилось. Ферзь Б2, ладья С2, но здесь уже произошло действительно нечто непоправимое, удивительное. Ну и черные могли отступить на Б7. Редакция ситуации похуже, чем если бы они сразу начали менять белопольных слонов. Здесь все-таки у белых плюсик более выраженные, ну конь С3, начинаем возить игру и так далее. Но Ханс Ниман сыграл ферзь А3, сохраняя активную позицию ферзя, и последовала ладья А2. Ну собственно, настолько все лежит на поверхности, даже говорить не о чем. Выясняется вдруг, что у черного ферзя нет полей для отступления. Слон А4 сыграл Ниман, пытаясь откупиться фигурой, потому что действительно, обратите внимание, на Б4 ферзь не может соступить, на Б3 не может, на С3 не может. То есть ферзь теряется за ладью, последовало уже слон А4, белые сыграли ферзь А1, не довольствуясь одной лишней фигурой. Ну и после этого черные сдались, поскольку действительно говорить не о чем, у белых ферзь за ладью при доминации по всем, так сказать, другим направлениям. Ну давайте взглянем, каким стало после этого положение дел в турнирной таблице. Я возвращаюсь на общий план после восьмого тура. После восьмого тура, в результате того, что Ниман проиграл, а два конкурента Нимана, или может потенциально каруаны, а именно Уэслисо и Ленир Дамингис, именитые гроссмейстеры, супергроссмейстеры, сделали ничьи. А Абхиманью Миша, 14-летний индийский шахматист, который продолжает носить звание рекордсмена по самому юному возрасту становления гроссмейстером, я вот не помню сейчас, у меня есть записано все это возраст его, то есть 14 лет, то есть 12 лет, кажется, 4 месяца, это какое-то число дней. То есть он стал гроссмейстером в более молодом возрасте, чем Сергей Корякин, чем наследовавший ему в этом качестве Ромеш-Бабо Прагнананха. Ну что можно сказать, в следующем туре, который как раз состоится в субботу по американскому времени, сейчас вот уже партии вот-вот начнутся, в тот момент, когда я записываю этот репортаж, но они еще не начались, встретится как раз Каруана с Ниманом, хотя с другой стороны могут в борьбу за первое место, за победу в турнире при случае включиться и другие шахматисты, в первую очередь те, кто делит сейчас место со второго по пятое. Ну а теперь перейду, собственно говоря, к турниру в Дохе. Турнир в Дохе это супершвейцарка с участием Магнуса Карсена и целого ряда других шахматистов. Событие, которое я вот не стал даже вначале так, решил не буду и особо показывать поначалу это соревнование, поскольку, конечно, соревнований шахматистов очень сильных много, призы высокие, это привлекает гроссмейстеров. Но, как правило, по-настоящему интересные стыковые поединки начинаются чуточку позже, не в первых турах, а где-то тура с четвертого, скажем так. Но оказалось, что во втором туре была сыграна весьма и весьма любопытная партия, которая вызвала большой интерес общественности, привлекла внимание. Хотя, понимаете, ну вот, мне кажется, для того, чтобы объяснить то, что происходило в этой партии и произошло в конечном счете, ну, мне кажется, стоит как-то попытаться проникнуть или угадать некоторые нюансы, связанные с психологией Карсена. То есть, вот он исходил из того, по-видимому, во время партии с Ниманом, что Ниману там подсказывают непонятно каким образом, непонятно как и что, потому что чисто технологически, ну, при тех мерах защиты, которые на Кубке Синфо, да и на других турнирах, которые проводятся в Сент-Луисе, это почти невозможно. Но, тем не менее, вот он вбил себе в голову, что сопернику подсказывают, поэтому из-за этого Магнус настроил себя на некий неправильный лад, играл очень слабо. И когда по окончании партии тогда Нимана спросили, а вот вы выиграли у самого Магнуса Карсена, что вы чувствуете? Ну, он так с такой, с молодецкой наглостью, с пацанской, сказал, что, ну, в общем, понимаете, шахматист, который так слабо играл против меня, просто грех его не обыграть. И действительно, эту партию Магнус играл слабо. И вот нечто схожее, хотя совсем по-другому случилось, как мне кажется, произошло с Магнусом Карсеном во втором туре турнира в Дохе, который он играл с черными фигурами, с Элишером Сулейменовым, казахским шахматистом, молодым, поталантливым и так далее, но не бог весь каким с точки зрения рейтинга и своего реноме. И вот что случилось в этом поединке. То есть, как проходила борьба. Ну, Д4 сыграл Сулейменов, Магнус ответил, Конь Ф6, С4, Е6, Конь Ф3, Б6, А2, А3. Хорошо известная система. На Ж3, все-таки, принято говорить, играть в такой ситуации всегда слон А6, на А3, а не на Ж3. Ход слона А6, сделанный Магнусом Карсеном, не столь однозначен. То есть, все-таки, это уступка со стороны черных, поскольку белый слон может нормально работать и по нормальной для себя обычной диагонали, не по диагонали большой, Ж2, А1, А8, а по диагонали Ф1, А6. Ну и в начале, правда, Ферзь С2, чтобы выяснить, что же хотят черные, черные играют слон Б7 и следует Конь Ф3. То есть, редакция системы Петросяна весьма благоприятна для белых, как бы лишний темп, вот такое ощущение. Солон Б4, черные играют, не могут играть по определению, пешка стоит на А3. Д5 не угроза сейчас, строго говоря, хотя где-то как-то угроза отчасти. Ну, главная угроза белых или идея Е2 и Е4, захватить центр, что делать? Ну, нормальный ход по идее Д5, ну, тогда не очень хорошая редакция получается известных позиций. И Магнус, поскольку он играет черными, с шахматистом, который заведомо ему уступает, он решает замутить воду, какую-то сложную игру создать, оппозицию на доске. Он играет С5, белый захватывает центр, удар на Д4, удар на Д4, слон С5, Конь отступает на Ф3, не куда-нибудь, а на Ф3. Но я не знаю, там вообще Конь Ж4 здесь локатируется или нет. Вот так вот я сейчас задумался, а можно ли сыграть, мне не смысла, Конь Ж4. Тогда белый вправе сыграть с С5, что для черных неприятно, потому что как-то Ф6 или Ферзь уходит у С4, и Конь на Ж4 непонятно зачем прыгнул, на Ф2 защищено все. А варианты типа С2, например, приводят к тому, что после взятия на Ф2, взятия на Ф2, взятия на Д8, взятия на Х1 и отступление белого С1, белые без труда добираются до коня Х1, и у них такого веншпильного типа две фигуры за ладью и пешку, там может быть за две пешки, но у белых лучше. То есть сюда черному идти не выгодно, Конь Ж4 не очень это хорошо. Ницелесообразно играть черными. Они сыграли Конь С6, Магнус Карсен так поступил, Б4, гоним, ну, слон вступает назад, может быть на Д6 стоило отступить, имело смысл, что Конь скоро ушло, затеваете затеи. А тут Магнус просто согласился сразу в то, что он переходит такой, встает такой пассив. То есть позиции черных просто хуже. И вот обратите внимание, белые не сделали ни одного противоестественного хода. В какой-то момент, вот я не знаю точно в какой, Магнус обратился, ну как об этом все пишут, я сам, разумеется, это не видел, обратился в судейские коллеги, говорят, что вот часы у соперника какие-то уж очень большие, какие-то электронные, через них он может получать подсказки, это вообще неправильно, и часы надо бы ликвидировать куда-то, брать вообще, как телефоны при входе в торгерное помещение. Ну, судей снял Алишер Сулейменов часы, показал судьям, судьи рассмотрели, все это дело нет, говорят, обычные часы, тут ничего такого нет, вернули. Ну, потому что просто так наезжать, так сказать, на участника за то, что он даже если наезжает Магнус Карсон как-то, ну все-таки мы играем изначально перед игрой равноправные люди. Вернули Сулейменову часы, и дальше последовало что? Слон F8 сыграл Магнус Карсон, слон F1, белые ведь играют очень естественно, вот они расставили фигуры, ну, как соперник им дал, на логичные, на хорошие позиции. Непонятно, что черным делать, ну, наверное, нормальный человеческий ход конь Е5, у черных просто похуже было бы, можно разменяться на Е5, сыграть F3, взрывная позиция, контр-игры у черных нет, но выиграть ее очень трудно белыми. А Магнус, опять же, пытаясь затеять затеи, сыграл на Е7, ход не совсем хороший, опять же, психологически понятно, почему он сюда этого коня перевел, пытается перевести, ну, чтобы что-то сделать, наверное, на Ж6. Конь бы 5, однако, пешка висит. Конь Е8 теперь, ну, по идее, надо бы на Ж6 было сыграть. Тогда просто у черных хуже, заметно хуже. Ну, можно взять на Ж6, испортить черным пешке, играть вот такую вот позицию, там, ферзь Д2, прицепиться к пешке, стоящей на Д6, там, ладья Д8, как-то вот так, конь ФД4. Ну, начинается маневрирование, у Берлах плюс, безусловно, но до выигрыша очень далеко. Магнус сыграл конь Е8, но вот этот ход уже не лезет ни в какие ворота, просто очень слабый ход. Конь Е7 еще можно сказать, что туда-сюда, какой-то смысл в этом маневрировании есть. Конь Е8, понимаете, ну, конечно, когда вы Магнус, когда вы привыкли, что даже самые очень сильные шахматисты допускают с вами группы ошибки. Ну, Виктор Корстной когда-то говорил, что Магнус гипотезирует своих соперников, поскольку так слабо они не могли бы играть в противном случае, ну, ожидаешь, наверное, где-то подсознательно, тем более, если соперник не какой-то супер именитый, там, 500 с кем-то, чем-то у Сулейменова, что он тоже будет играть не абы как. Но, с другой стороны, в данном случае, ну, хоть бы пять ход естественный. Следующий ход, который сделал Сулейменов, тоже лежит на поверхности. Конь Ж5, белые атакуют пешку H7, Дея Е5 появляется и разные другие идеи. Ну, черт, это конь Ж6. Ну, вопрос философский, конечно. А вот можно ли сыграть здесь, например, H7, H6? Такой вот довольно естественный ход. Тогда белые проводят решающую комбинацию следующим образом. Опять же, это считается, когда уже до этой позиции дошли, это считается взятие на F7, затем белые играют Е5, черные фигуры встали непонятно как, что делать. Ну, там на D7 еще ладья может прыгнуть, скажем, Де. Белые же готовы перегруппироваться, а пешка Е5 очень сильно стесняет черных. Например, Де. Тогда слон Е5 вообще говорить не о чем. Слон Е5 выиграли сразу. А иначе как? Ладья Д8 защитится вот из последних сил. Ну, взяли на Д6. Конь бьет Д6. Ну, и реализовали одну из, так сказать, характерных для данной позиции идей. Лучший ход здесь ферзь H7. Слон Е5 не столь убедительно, потому что черные на этом могут, на слон Е5, все равно включить в защиту коня Д6 и своего коня, и слона СФ8. Видимо, здесь, в общем, лучше у белых все равно после С5. Но белые отыгрывают материал, но ситуация неясная. А ферзь H7, видимо, выигрывает форсированно, потому что здесь, ну, решающая атака. Что делать? Меняться на Е5. Ну, давайте прикинем. Взятие на Е5. Белые играют слон Е2. То есть, вот, даже не берут фигуру. Следующий ход белых слон H5. Угрожает слон H5 почти мат. Надо играть конь G6, вручить слон H5. И черный король попадает в большую беду. Просто мат получает. Ферзь бьет. Ну, не знаю, может быть, слон бьет G6. Ферзь G8, потом ладья бьет G6 и так далее. То есть, надо играть как-то вот так вроде бы. Ну, тогда ставим сюда вот слона. Слон Е4, это что такое? Слон Е4, какая-то косвенная защита, чтобы использовать слабость первого ряда. Но слабость первого ряда фиктивная, потому что после размены-размены и взятия на Е4 нельзя сыграть ферзь D1. А иначе что делать? Но... Ведь если вы сыграете ферзь G5, слон бьет G6, ферзь бьет G6, то ладья F4 пропустите. Потеряете ферзя в чистую. Но если дадите шанс, и дадите мат, то неожиданно белый слон с поля H5 заберет этого ферзя. То есть, H6 не помогает из-за вот этой самой комбинации. Ну, сыграл Магнус с горя конь G6. Комбинация эта не проходит. Но можно сыграть Е5 в чистом виде. Теперь брать на Е5 ничем нельзя. Если взять конем, то получится мат в один ход на поле H7. Если взять пешкой, тогда будет сыгран Акселон бьет Е5, конь бьет Е5. И ферзь бьет H7 в главном, чтобы не сказать, варианте. Поэтому D5 сыграл Магнус Карсон. Последовал ферзь B3. Игра белых естественная, логичная. Но хочется использовать формулу, которые... Те слова, которые сказал Иешу Пунтию Пилату в романе «Бессмертном» Михаила Гугакова «Мастер и Маргарита». Ну, перефразировать. То есть делать естественные сильные ходы легко и приятно. Говорить правду, так сказать, по позиции. Ну, вот Слон Е7 и конь бьет F7. Ну, прекрасно все. Прекрасно, но не сложно, понимаете? Если было очень сложно, то можно еще сказать что-то такое. А что сделали белые? Ну, белые сделали правильные все ходы многие. С конь B5 сыграли правильно, конь G5 сыграли правильно. Притянули ферзя на B3, уведя его из-под связки и нарастив давление. Сыграли правильно. Конь F7 не слишком сложно считается. Пошли на этот вариант. Ну, черным совсем плохо, потому что в том варианте, который встретился, ничего лучшего у черных нет. А затем конь D4. Белые, конечно, в данный момент, в моменте играют без ладьи. Но атака смертельная. Конь E6 угроза жуткая. А потом она спертый мат. Конь E6, конь G5. Конь F7. Конь H6. Конь F7 мат. Ну, конь F4. Так сыграл Магнус. Просто белый ферзь отступил. Конь связан. Конь висит. Король черных открыт. Король ушел. Ну, можно ли играть как-то по-другому? Давайте прикинем G5, например. Что это такое? Ну, ясно, что это не панацея. Просто G3. Отыгрываем материал. Сохраняем давление. Просто решающую атаку. Где-то черный придется сбросить пешку G4. Но по линии G1 ферзь тоже, так сказать, могучий воин, который сносит все на своем пути. Конь E6 постоянно идея сохраняется. Ну, король G8 сыграл Магнус. Взятие. Ферзь B7. Теперь уже белый без качества за две пешки. Конь F5 с угрозой, между прочим, слон C4 главный. И с этой стороны набросится на черного короля. B5, чтобы этого хода не было. Но слон бьет B5. Простое опровержение. Нельзя брать на B5, поскольку шах и мат на F8. Приходится играть слоны F8 сразу. Но что-то приходится. Ничуть не лучший этот ход, чем другие. Слон C4 в шах. Король отступает. И конь H6. Ход, после которого черные сдались. Потому что, если отступить слоном, который висит, которого белый ферзь хочет забрать с матом, тогда последует конь F7 и потом просто конь D8 в шах. Ну, можно взять на C4, но тогда ферзь B4 в шах. А можно проще ферзь F7, F5, F8 изгоновать черного короля. Поэтому конь стоит на D8 лучше, чтобы на кладе B4 дать мат 3 хода. Ну, а король уходит, забрали ферзя и приедем капитуляцию. Не надо никаких затей F7, просто забрали ферзя, это проще всего. А если сыграть F7, что, конечно, упорнее, то по-человечески проще всего дать шах с D6. Можно сыграть конь G5, и наши электронные друзья говорят, что надо вот так играть. И белые там форсировано сносят все на свои пути, выиграют матовой атакой очень быстро. Ну, по-человечески, конечно, просто дать шах, забрать, отбрать, отбрать качество, сыграть G3, у белых два слона, три лишние пешки, полная доминация, позиция черных абсолютно безнадежна. Так что вот такова, так сказать, спортивная жизнь в такого рода вариантах. Ну, собственно, перед тем, как двигаться дальше, а дальше я хотел показать еще две партии Магдуса Карсена, он больше не проигрывал, но большой убедительностью все-таки его игра не отличалась. Хочу показать вам, ознакомить с положением на турнире в Духе после четвертого тура. То есть, опять же, вы видите на этой табличке, на диаграмме, которую я предлагаю вашему вниманию, лишь верхнюю часть, разумеется, очень много участников. На рубеже плюс три, три с половиной четырех шли Хикаро Накамура перед очередным сегодняшним воскресным туром. Да, воскресным туром. Сегодня воскресенье? Да. Да, значит, воскресным туром я обоговорился. Субботу, воскресенье перепутал. Так, воскресным туром. Накамура Гухиш, Регайши, Айри Гайси, Джавахир Синдаров, узбекский шкматист, олимпийский чемпион, Нараньяна, это еще и индийский шкматист, Салем из Объединенных Арабских Эмиратов и Джумбаев Ренат из Казахстана. Вот так вот шли эти шкматисты. И о том, что много, если мамаститых игроков отстают от лидеров, свидетельствует то, что места с 8 по 28 делили гири Абдусаторов Максадлу, такие сильные шкматисты, а Магнус Карсон имел 2,5 очка. Не 3,5, не 3, а 2,5, делилось место с 29 по какое-то. Поэтому в табличку он в эту не попал. Я же показываю наиболее любопытные события, которые произошли чуточку позже, то есть как раз в этом самом воскресном туре. Ну, начну с того, что Рамеш-Бабу Вайшали, это не Рамеш-Бабу Прагдананха, а его Прагдананхи Праги-сестра, Рамеш-Бабу Вайшали играла Шамсудином Вахидовым, тоже известным ныне узбекским молодым шахматистом, олимпийским чемпионом. Они вообще все, так сказать, эти молодые ребята, но не все, многие из них олимпийские чемпионы, играют очень здорово и так далее. Я не знаю, с каким настроением Шамсудин Вахидов выходил на поединок с Рамеш-Бабу Вайшали, все-таки играет с девушкой, как-то подсознательно это побуждает замахиваться на большее, чем просто вот я туда-ты сюда и ничья так ничья. Хочется обыграть, даже играя черными девушку, но это коварная штука. Ну, в какой степени вот эта психологическая установка, которая, возможно, была у Вахидова перед началом партии, сыграла свою роль, я не знаю. Смотрим. Е4 сыграла Вайшали, Рамеш-Бабу Вайшали, конь f3, d6, d4, взятие конь бед d4, a6. Ну и тут вот ход h2, h3 в исполнении девушки. Понимаете? На самом деле белые могут позволить себе многое. И ход h2, h3, конечно, уводит игру немножко в сторону, сбивает соперника с толку, с панталойку. Может быть, конь f6 здесь оптимальный ход, на самом деле, я не знаю. Конь c6, тут скоро черные уже настроились играть Паульсен, они играют конь c6, следует просто конь бед c6, слон d3, ну и оказывается, что вот h2, h3 полуполезен для белых, а белые расставляют известную структуру с полупотери времени, полупотери темпа на h2, h3, может вообще и не потеря темпа. И вот оказалось вдруг, что вот белые просто расставляют стандартную структуру, приятно играть, когда знаешь, куда ставить фигуры, не сомневаешься, так сказать, не боишься ничего. Ну вот, Раймеш Бабу, Непраганан, Хиа Вайшали, было приятно играть. Я думаю, такое ощущение. Чуть-чуть лучше у белых. Конь, слон f6, слон бьет f6, феркь бьет f6 и конь f3. При этом не совсем понятно, каково было психологическое состояние настроя и вообще оценка ситуации со стороны Шамсудина Вахидова. Может быть, он все-таки мечтал, старался, может быть, он считал, повезло ему играть с девушкой, вот обыграю ее, выйду вообще там в лидеры, в лидирующую группу самую, что ни на есть. Ну, слон a6. С слон a6 меняет слонов, все логично, белые берут на d5, взятие-взятие, взятие на a6 и c4. То есть, белые идут вперед, пользуясь тем обстоятельством, что dc играть нельзя, конь подвисает на поле d7. На самом деле, позиции равные. Ну, ладья d6, ход ответственный, опять же, ход как бы на игру. Ну, если белый рефлектор возьмут d5, у них будет похуже, наверное. Спокойнее было играть конь c5, позиции совсем равные, на самом деле. cd, ладья d6, вот в таком порядке. То есть, черные готовы на разгрузку, полный размен в пешек и так далее. Там на a1 в целом ряде вариантов подвисает белая ладья, поэтому белые не могут слишком увлекаться выигрышем пешки d5. Там, в ряде вариантов они оставляют без защиты ладью a1, в лоб так играют. А тут, ну хорошо, ферзь d2 играет белая, пешка теперь на a5 подвисает, конь c5, теперь черные играют. Ну и оказывается, что вот этот маневр, замах 1 на большее со стороны нашим судья Новохидова, он, ну, скажем так, неоднозначен. Равную позицию черные превратили в худшую для себя. И хитрость в чем, что после конь b3 и ферзь b4 висит и ладья, и конь, черные, конечно, берут на a1, белые берут на d6, но вот эта позиция уже вдруг стала в одночасье, одномоменте, скажем так, плохой. То есть конь c2 здесь сыграл Вахидов, мог ли он взять вот на c4? Тогда белые сыграли бы конь e5, подвисает конь, и идея конь d7 появляется. Ну, вроде коня нужно как-то спасать, если конь уходит, тогда можно и ферзь f8, конь d7, и, наверное, сразу конь d7. Не знаю, что лучше, оба ходу выигрывают. Вот. А если сыграть здесь ладья d8, то белые все равно играют конь d7, ферзь атакован, ферзь должен прыгнуть куда-то на b2, куда еще? На c3. Ну, давайте на c3 прыгнем, чтобы атаковать белую ладью. Тогда ладья e3. Ход h2h3, сделанный белой в дебюте, пригодился. И оказывается, что, ну, скажем, шах. Ну, скажем, почему? Потому что ферзя надо куда-то отправить. Вот. Белый король уходит. И черным дурок хороший совет, потому что конь f6 жуткая угроза. А потом ладья g3. Скажем, на ладья e8, я не знаю, проходит ли. Наверное, не проходит комбинация с ходом. Конь f6. Но играем ферзь c6. Опять же, конь f6 идея сохраняется. Ладья подвисает. Что делать? Надо, наверное, ввести назад. Преследуем эту ладью. Загоняем ее, ну, скажем, если сюда. На a8 разницы большой нет. Все равно играем конь e5, висит пешка на f7. Ладья f8. И вцепляемся в эту пешку уже в 7. Вот так вот. После чего приходится как-то отреагировать, что-то сделать. Но отдавать пешку нехорошо для черных. Может быть, это меньше изол, там h5. Как-то сопротивляться. Безнадежные позиции. А если f6? А если f6, то играем ферзь e7. Наращиваем давление. Создаем угрозу ферзь бьет e6. Шах неотразимую. Ну и побочная угроза ладья g3. Сразу играет ладья g3, там ферзь h6. А так вот мы вцепились. Ну, fe нет идеи. Ладья подвисает. Ладья с f3, белых контролирует поле f8. Ферзь бьет e6 неотразимая угроза. Черные просто проигрывают форсированные. Это по поводу хода dc здесь. Ну, было поэтому сыграно. Ну, как поэтому? Поэтому, не поэтому. Он осознал опасность своей ситуации вахидов. Он наделал ход конь c2, атакуя белую ладью. Белая ладья отступила на ходе b1. Появляется новая идея ладья b8. И матовая угроза по восьмому ряду. Ну, fd8, чтобы поменяться. c5. Белая пешка идет вперед. И неожиданно. То есть, надо отдать должное, конечно, Рамиж Бабу Байшали. Играла она вот эту сейчас так партию здорово. Но исключением такого неброского дебюта, когда белые намного и не замахиваются. Он получает удобную, легкую для себя игру. Но она все делала очень здорово. А черный, вот, Шамсадин Вахидов, пытался что-то такое создать. Какую-то игру затеять. Но белая пешка пошла вперед. И это решает судебу партии. Потому что проходные две штуки у белых. По линии c и по линии а. Король f8, c7, ладья c8. Ладья пошла вот так вот. Связала черную ладью. Нужно играть конь d6. Теперь конь d4. Вот сюда, чтобы шах иметь возможность дать в полице. Нет. Главная идея, конечно, конь b5. Не то я вам говорю. Конь b5, главная идея для черного коня. Король d7, конь b5. Брать коня нельзя. Пешка защищена. Бить на b8 нельзя. Угроза конь d6 выиграть игру. d4. Черные пытаются что-то такое предпринять. Но поскольку белые все равно. Идея белого конь d6 никуда не уйдет. То лучше с пешкой этой справится король. Король f1, а потом уже будем брать на d6. g6. У черных нет ничего хорошего, лучшего. Король d7. Не улучшают позицию черных. А5. Белые тоже не торопятся. Вот наконец король d7, взятие, ладья бьется 7, конь b5. Ну и черные сдались, потому что позиция действительно совсем плоха. Ибо белые пешка опаснее черной пешке d. Это не считая того, что у белых лишняя фигура. Ну и в результате раймеж-бубовой шали вошла в группу лидеров или преследователей лидера. Ну и во всяком случае очков у нее стало поболее, чем у Магнуса Карсена. Перехожу к следующему пункту нашей программы. А именно партии между Рудиком и Макаряном и Аней Шемгири. То есть вроде бы вот опять же та же самая ситуация, как он смотрится. Рудик Макарян молодой российский шахматист, выступающий под полагом Фиде. Ани Шемгири это Ани Шемгири. Он играет черными. Наверное у Ани Шемгири были какие-то мысли. Давайте я титр хотел поменять. Действительно сделаю это. Вот мысли какие-то обыграть черными фигурами, уступающими его по рейтингу и по РНМ соперника. И после достаточно уверенной игры в дебюте со стороны черных Ани Шемгири он получил равную позицию. Он уравнял шансы. Позиция коварная, интересная, любопытная. У белых нет пешки Ж. У белых вроде пешечный центр. Но где-то потенциально он может оказаться слабым. Черные подзажали соперника на фланге. Ну и правильным решением было сыграть здесь Б5. И у черных как минимум не хуже. Скажем, конь Е3, слон Б3. Дальше можно пытаться играть на перехват. Опять же, черные стоят чуточку лучше и уж точно не хуже. Около равенства на самом деле позиция. Но какой-то вот был... Не понял что-то такое. В чем-то прочитался, судя по всему, Ани Шемгири. Он решил изначально взять коня, который куда-то лезет, нервирует его. Сыграл Б5. Ладья отступила. Но здесь у черных хуже уже. Поскольку у белых хорошие фигуры, а черные ослабили пешку С6. Правильным, логичным во всяком случае в контексте предыдущей игры, решением со стороны черных было бы сыграть Ф5. Дать белым вот такие проходные. И потом начинать играть на блокаду в этой худшей позиции. Белые там играют ладья С5, сдваиваются, нагнетают давление. Ну, получше у белых. Не смертельно для черных, но у белых получше, безусловно. А была сыграна ферзь А7. То есть пытается развить контр-игру немедленно Ани Шемгири. Давит на пешку. Ожидает, видимо, хода ферзь Е3. Тогда ладьи черных сдваиваются по линии Д. Давление к это и надежда перехватить инициативу выиграть партию. Ну, я пытаюсь проинтерпретировать соображения, которыми руководствовался Ани Шемгири. Но есть ход Д5, который был сделан. И оказывается, бить-то нельзя, потому что ладья С7. И конь на Е7 висит. Выиграли фигуру просто. Или ферзя потеряли. Выиграли фигуру белые, а ферзя потеряли черные. С5 поэтому. Теперь чище всего. Видимо, было Ф4. И образуем две связанные проходные в центре. И выигрываем легко, чисто. Просто вот таким вот надвижением своих мощных проходных. Ну, было сыграно ферзь Е3, чтобы выиграть пешку. Тоже очень неплохо. Меньше у белых здесь, чем там. Черные могли сыграть конь С8. И отдав пешку. Ну, между белым вообще не стоит добрать пешку. Брать там Ф4, Е5. Все равно проводить свой план в худшей редакции. Ну, конь С8 было правильно. А было сыграно конь Ж6. Теперь ферзь бьет С5. Лишняя пешка за бесплатно. Ну, и позиции технически выиграны. Причем технически выиграны легко. Ну, повторил пару раз позицию Рудика Макарян. Сыграл слон А3. Конь Ф4, слон Ф5. Слон переходит на отличную боевую позицию. И белые могут думать и только на движении пешек о том, чтобы давать мат. Ж6, Д6. Ну, если же есть ЖФ, вроде оставили слона под ударом. Тогда ферзь бьет Ф5. Висит и конь, и пешка на Ф6. Ну, черный гибнет. Потому что ферзь бьет Ф6 – это аргумент очень сильный. Там еще ладья С7 же добавится. И ладья Ж1 с двух сторон могут подключиться. В случае, на каком-нибудь хода король. Конь Ж6, король Х7. Ну, ладья Беда Д6 было сыграно. Белые забрали. Нет, это не было. Извиняюсь. Это не было. Я показываю, что вот здесь в черных плохо. Здесь в черных плохо. Поэтому ЖФ нельзя играть. Еще раз. Если ЖФ, тогда ферзь Ф5 и черным плохо. Ну, после хода ферзь А8, который сделал здесь Ани Жгири, тоже черным плохо. Потому что ферзь Д4. Атакованный пешка, стоящая на поле Ф6. Ладья Ж7. Ну, взятие совсем не то. Там все разваливается. По хорошо знакомым нам лекалам. Ладья Ж7. Ферзь бьет Ф6. Король Х7. Попытка как-то оказать сопротивление. У белых две лишние пешки при прекращающейся атаке. Солон Ж4. Здесь важный момент. То есть, конечно же, издалека Ани Жгири исходил из того, что вот он так встал. Ну, белый слон отступит. И черный ферзь ударит с шахом на Е4. И у белой коровью опасно. На самом деле, под Солон Ж4 брать на Е4 нельзя. То есть, нельзя и по-другому. В смысле, все проигрывает. Но здесь совсем худо. Потому что что? Никаких угроз создать нельзя. Если ферзь Е8, то висит конь. И что важно, на ферзь Е2 с угрозой ферзь Ж2 мат, белые берут не ладью с получением мата, а коня. Теперь мата нет. Фигура лишняя. Да еще в дополнение пешка проходная и так далее. То есть, плохо бить на Е4. Ну, плохо играть о ладья Е8, как поступил здесь гири по причине ферзь Е5. Аж 5. Теперь ладья С7, создавая угрозу мата. Ну, ладья Е7 сыграл для Санеж Гири. Взятие малоутешительно, потому что после взятия и взятия на Ж4 белые играют ферзь Е8 с угрозой ладья Д8. Потом ладья Д8 и все. Черные на Е4 уже шахов не возьмут, до берых не доберутся, потеряют все на свете, белые проведут ферзя и так далее. Ну, ладья Е7 было сыграно, ладно. Ладья Бедов 7 взять и взять. Д7 с угрозой Д8 ферзь. Ферзь Д8. Белые сыграли ферзь Е8 и черные сдались, потому что ловить больше нечего. Ну, можно, конечно, откупиться качеством в таком варианте. Это всего не было уже. Но слабые утешения взяли на Ж4, потеряли пешки на фланге, убирали лишние качества, уймы пешек и так далее. Ну, и заключительный момент, эпизод сегодняшнего выпуска. Это партия, в которой определился единоличный лидер. Партия двух индийских шахматистов. Нараньяна и Дамираджугутиша. Дамираджугутиш все-таки шахматист очень сильный. И вроде как... Ну, правда, Нараньян тоже против очень сильный. Поэтому, ну, давайте я покажу, что происходило. Белые вели партию с инициативой. Вот в этот момент у них выигрышные позиции. 47-й ход черных король, А6. Ферзь и Веншпиль. Д6, белая пешка пошла вперед. Все правильно. Позиция выигрышная. Черная пешка тоже идет вперед. Шахи ничего не дают, потому что белый король легко уходит от них. Ну, ферзь Ф1, предположим, вот я играю вот таким образом. Король пошел вперед, шах, король пошел вперед. Если ферзь Ф3, тогда можно сыграть еще дальше. Что важно в такой редакции и на ферзь Ф2 шах. Значит, если ферзь Ф1 шах, то через Ф5 уходим. А если ферзь Ф2 шах, тогда король Ж4 и белый король, не ухудшая позиции своего ферзя, все равно идет вперед, проникает в лагерь соперников, уходит от шаха в проходные белых пешки, легко решает судя партии в их пользу. Б4, поэтому, ну, в некотором смысле лучший шанс. Ладно, Б4, взяли, взяли, ферзь Ф6. Здесь важный момент, ферзь Ф6 выигрывает победу, просто, выпускает победу. А выигрывал ферзь Е3. Не совсем очевидное обстоятельство, но здесь что черных губит и на что играют белые. Но они вынуждают взятие на Х5, после чего белые в целом ряде вариантов могут закрыться своим ферзем от шахов черного ферзя. Ферзь Х3, король встает на линю Ж, не безразличное какое поле, и белые двигают свою пешку, стремясь провести ферзи, свою пешку. Если ферзь С1, тогда король Х2. Если ферзь С2, тогда ферзь Ж2, закрываемся шахом, и белые проводят пешку Д ферзи. Если ферзь С7, отсюда, то ферзь Ж3, закрываемся с этой позиции шахом, и меняем ферзи, и выигрываем, проводим пешку ферзи, пешку Д. А если сыграть ферзь Д4 вот так вот, тогда ферзь Е6, здесь менее очевидные варианты, но оказывается, что, опять же, позиция белого короля неплоха. Белого ферзя неплоха. Белые угрожают шахом и провести ферзя. А если черные дают шахи, то белый король по хорошо знакомым нам рецептам уходит просто с меры и идет вперед. Поскольку по линии Е, давайте назад отступлю, с Е2 нельзя дать шах. На Е6 ферзь очень хорош. И дальше белый ферзь уходит вот таким образом, вперед, 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 и легко укрывается от шахов, тем более пешка Б4 здесь не на руку черному, не в пользу черному. Она все равно не успеет пройти ферзи, а белый проведет свою ферзя совсем скоро. Это по поводу хода ферзи Е3, который выигрывал четко. А решил ферзь Ф6, так, сыграть вот на раньян, выиграть таким образом и сыграть здесь ферзь Ф5, улучшить позицию своего ферзя и вперед. Теперь у черных был четко путь ничьей, неочевидный для человека. Вообще разыгрывать ферзевое окончание, мы не компьютеры, но разыгрывать ферзевое окончание людям трудно, безошибочно. Правильный путь состоял в ходе ферзь С6, отсюда надо давать шахи. Затем ферзь Д6, встали вот на это поле, но отвлечение ферзя черного не проходит, поскольку только с помощью жертвы ферзя белых можно отвлечь черного ферзя, что неприемливо. А усилить как позицию ферзь Ж4, скажем так, ферзь Б6. Тоже важный момент, потому что если сыграть, ну угрожает ферзь Х4 и Д8 ферзь, поэтому Б3 нельзя. Ферзь Х4 шах и Д8 ферзь грозит. А ферзь Б6 на самом деле позволяет черным давать шахи и ничего здесь не получается. Идем вперед, то есть теперь уже размены ферзей не годятся для белых, но черный сыграет Б2, белый Д8 ферзь, и черный тоже проведет свою ферзя и получится ничья. А если король Д3, тогда идем вперед, и мы готовы вот так вот терроризировать белых, поставив ферзя на поле Д2, угрожает ферзь С1 шах, поэтому пешку Д мы остановили, но белый ничего больше, чем вечный шах, или шахами можно собрать пешку Б2 и потерять свою пешку Д7, и получается ничья. То есть ход ферзь С6, ну, вроде как, что я показал, проиллюстрировал, объяснил, не слишком сложный выглядит. Но решил здесь Дмараджу Гути, что он чисто так схематично делает ничью. Он сыграл ферзь Х4 шах, и ферзь Д8, полагая, что? Что он заблокировал пешку Д, для того, чтобы перевести ферзя на Е8, нам нужно потерять время, кроме того, если ферзь встанет на Е8, то черный ферзь выскочит, глаза выпучит, начнет давать шахи белому королю, а иначе Б3, Б2, пешка отвлечет белые фигуры, и пешка Е6 будет взята. На самом деле, при вроде бы логичной, концептуальной такой объяснениях, это неверно, по очень интересной и красивой причине. Теперь, вот, как я уже говорил, рассчитывал, ориентировался в предварительных расчетах Дмираджу Гутиш, на то, что черный-белый сыграет ферзь Е8, и тогда ничья, тогда ничья, ферзь, как я уже говорил, выскочил, глаза выпучил, просто шахует, шахует белого короля, отдает смело пешку Б4, белые могут этого добиться, но оказывается, что после этого, что никуда белому королю от шахов не деться, ну, главные варианты, или там, наиболее доказательные, вот такие. Теперь, если король С8, то даем шах С5, и даем шахе спаля А5 и Б5, а если ринутся королем черед на Е7, тогда ферзь Е5, и тоже ничего не получится. Вот здесь вот, король Е7, ферзь Е5, загнали назад, ферзь Е5 и ничья. Но в распоряжении белых нашелся ход, причем не так долго, наверное, над ним думал, подумал какое-то время, какой-то запас времени у него был, но и сделал сильнейший выигрывающий ход. Очень красивая идея. То есть не кажется, что что-то еще может такое в распоряжении белых быть, помимо, ну, очевидного обстоятельства, очевидной идеи ферзь Е8. Ну, черные играют вроде бы главный вариант, но если король Е8, здесь важный момент, если король Е8, потому что белые ушли королем из-под шахов, на Б3 следует ферзь Е8, угрожает ферзь Е8. Ну, вроде бы, ходом корольев 8 черные обезопасились, потому что любые шахи белым ферзем, тогда король Е7 забрали пешку ничья. Ну, белые могут забрать пешку Б4, но потерять пешку Д7. Ну, вот тут вот это не бросается в глаза, это человек легко зевает, почти наверняка зевает издалека. У белых есть выигрыш следующий. Король лет вперед, король лет еще раз вперед. Ну, если ферзь опять шах, тогда король же 6 шахе кончится, говорить не о чем. Ферзь Е8 и ферзь Е7, две угрозы мата. А если сыграть Б2 и отвлечь, попытаться пешкой белого ферзя, тогда ферзь Ф6 шах. Ну, и дальше можем еще так пофорсить, пококетничать, и дать мат не ходом Д8 ферзь, а ходом Д8 ладья. Ну, Д8 ферзь мат ничуть не хуже. То есть, что это значит? Король Ф8 не годится, напомню, из-за вот такого красивого варианта, и потом ферзь Ф6 разменялись, разменялись, и дали мат на поле Д8. Пришло в черном играть Б3, но это уже здесь плохо, потому что у белых есть теперь ход ферзь Е8, шахов белому королю нет, ферзь черных выскочил, белые провели ферзя, черные дали еще какое-то число шахов, но убедились потом, что белый король легко уходит через пятый ряд на ферзьевый фланг, и белые закрываются, став там на С5, ферзем с Д4 или куда-то. То есть, просто не хватает. Ну, на Б5, когда перевели своего ферзя, белые, короля, то черным просто кончатся шахи. Вот так. В результате Нараньян выиграл эту партию, и, как выяснилось, стал единоничным лидером. И, собственно, я завершаю сегодняшний выпуск демонстрацией таблицы турнира в Дохе в Qatar Masters Open. Да, два раза у меня в 2023, поскольку официальное название турнира Qatar Masters Open 2023, положение после пятого тура. Единоничным лидером стал дисформатист Нараньян, у него 4,5 из 5. Или Наранан, может быть, я неправильно его писал. Места со 2-го и 13-го делят огромное число участников, в том числе Хикара Накамура, еще один такой вот именитый обладатель высочайшего рейтинга. Натерпяк Абдасаторов, экс-чемпион мира по рапиду, Джавахир Синдаров, его, ну, Аржуна Иргайси. Джавахир Синдаров, это коллега Натерпяк Абдасаторов по олимпийским чемпионам команды Узбекистана. Ну и дальше по списку. По списку, кстати, обращаю внимание, что Вайшари Рабеш-Бабу, девушка, сестра Рабеш-Бабу Пардананхи, тоже входит в группу преследователей, или преследователей, конечно, лидера, а именно Нараньяна. Я не знаю, что будет дальше, как будет развиваться борьба. Вот, кстати, места с 14-го до 28-го среди прочих делят Карсен и Гучиш. То есть я их как-то выделил вот так вот отдельно, но чтобы показать, что действительно в этом дележе и в других дележах очень много очень именитых, очень сильных шахматистов. Короче говоря, самые интересные события нас ожидают впереди, ближе к финишу соревнования. И мы с Мариной надеемся рассказывать, во всяком случае, держать в курсе вас о том, как проходит борьба на этом турнире. Удастся ли Магнусу Карсену выигрывать своих соперников благодаря финишному спорту, тем не менее, вопреки всему, выиграть турнир или не удастся. Короче говоря, интрига есть. Партии любопытные, красивые, во всяком случае, экзотические играются. И на этом у меня сегодня все. Но перед тем, как проститься, напоминаю, что мы начали выкладывать наши программы, посвященные дебютным теории, развитию дебютной моды, дебютных вкусов, дебютных представлений, от чего все это зависит, как это между собой переплетается. И иллюстрируем, иллюстрируем любопытные идеи, которые имеют место быть в этой дебютной теории, которые привлекли наше внимание и показались интересными для вас. Продолжаю выкладывать в сети интернет. Для того, чтобы получить доступ к этим материалам, вам достаточно стать нашими патронами, нашими спонсорами. Как это сделать и какие это открывает перед вами возможности, вы можете прочитать в описании к данной программе и предыдущим программам из нашего обычного, так сказать, бесплатного цикла. Ну а теперь настала пора действительно уже окончательно попрощаться. И я делаю это, используя ту самую формулу, которую мы с Мариной использовали на протяжении многих лет, завершая программы на спортивных каналах НТВ+, на каналах НТВ Мир и НТВ Америка. А именно, играйте в шахматы и выигрывайте. А пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!